Всем привет! Сегодня хочу приготовить свиную рульку и, конечно же, хочу поделиться с вами рецептом. На нашем канале уже есть рецепт, как я тоже готовила свиную рульку, но сегодня способ приготовления у нас будет совершенно другой. И сейчас первое, что я хочу сказать вам, я вымачивала рульку в течение 6 часов, также могу сказать, что можно даже замочить ее на ночь оставить, пусть она вымокает. Затем мы убираем все лишнее, все ненужное, все вот такие волосочки, еще что-то там, грязь какая-то, еще что-то, все мы это удаляем, конечно же, хорошенечко, моем. И первое, что я сейчас сделаю, я сделаю такие надрезы круговые, буду вот так вот стараться, ну вот до мяса и вот так круговыми, круговыми движениями круговым, так вот, нарезаем вот таким вот образом нашу рульку. Сейчас мы с вами приготовим маринад для нашей рульки. Значит, я беру сухой чеснок, так как у меня свежий чеснок закончился, я буду добавлять чеснок сушеный. Так, здесь получается, ну, чуть больше, чем столовая, меньше, точнее, чуть меньше, чем столовая ложка чеснока. Вот такой вот перец красный, сладкий, молотый. Получается тоже вот так, не сильно много, чуть, ну, тоже как и чеснока, чуть больше половины получается. И у меня есть вот такая приправа для мяса. Приправу для мяса также я буду добавлять приблизительно вот столько же, чуть больше, чем пол чайной, ой, пол столовой ложки. Сейчас также добавляем столько же соли. Добавила две столовые ложки кетчупа, шашлычный у меня кетчуп. Так. И сейчас добавим две-три столовые ложки. Посмотрим сейчас по консистенции нашей. Так, две, ну, я думаю, что, наверное, ну, ладно, третью добавим. Три столовых ложки подсолнечного масла. И сейчас все это хорошенечко мы с вами будем перемешивать. И получилась у нас вот такая вот каша-малаша, такой маринад. И будем сейчас им натирать нашу руль. Так, натираем хорошенько нашу рульку. И вот даже вот так вот туда поправляем, как бы вкладываем, натираем тоже внутрь наших разрезов вот этих. Все хорошенечко. Вот туда, в эти складочки, в разрезы, чтобы везде попал наш маринад. Сейчас я беру пергаментную бумагу, перекладываем нашу рульку и будем ее заворачивать хорошенечко, плотненько. Положила нашу рульку, значит, завернула в пергаментную бумагу. При желании можете завернуть во фольгу. Вот. Но я завернула в пергаментную бумагу, положила форму, в которой я буду готовить это, запекать все. И накрыла вот такой вот крышечкой сверху. Все. Ой. И отправляем это в духовку, разогретую, на 180 градусов, на 3 часа. Что же, вот прошло у нас 3 часа. И могу показать, что кожечка тоже мягкая. Здесь все хорошо у нас пропеклось. Мясо все прям такое расходится на волокна. Очень вкусненько. Еще пока горячо. Но попробуем, что у нас получилось. Мясо получилось очень вкусное. Так что готовьте с удовольствием. И всем пока-пока. До новых встреч.